сейчас мы сделали разметку перед потяжкой лица я хочу обратить внимание я несколько раз об этом говорила разрез мы выбираем с пациенткой за козелком хотя есть возможность выбора перед козелком далее мы вводим на висок хотя есть вариант сделать разрез на границе с волосами очень многие иностранцы так предпочитают чтобы не терять какое-то количество волос и вот мы уводим за ушные складки будет разрез у нас строго за ушные складки еще последующий не покидал этот рубец эту эту складку и уводим волосы вариант когда делается разрез на границе с волосами с той же целью чтобы сохранить волосы мы не делаем мы выбираем потерять полтора два сантиметра волос и чтобы этот рубец не было видно особенно для пациентов которые носит вот такие вот прически с открытой шире это всегда бывает очень темно разрез за козелком либо перед козелком здесь очень тонкая кожа и здесь есть определенные нюансы чтобы потом козелок не выворачивался вот под действием тяжести всех тканей у нас есть избыток кожи вот такой вот и мы делаем лицо и шею когда нужно делать изолированную шею шею нужно делать изолированной если нет избытков на коже в ряде случаев посмотрите я сейчас натягиваю шею и какую получается вот здесь вот избыток кожи которую надо перераспределять чтобы перераспределить надо заходить выше если мы делаем выше то тогда уже есть смысл сделать ей сразу лицо не дробя на пыльте потом сочетую голову и мы берем вот этот вот избыток кожи которую выдает возраст именно шея является самой проблемой в возрастных изменениях если лицо еще как-то нужно наполнить фейерами то с шеей это очень большая проблема у нас растягивается платизма растягивается кожа и опускаются мышцы на полости рта которые находятся под языком и они тоже провисают сегодня фронт работы продолжительность операции будет не менее четырех часов это связано с кропотливым ушелами я считаю для себя как для женщины лучше иметь какие-то провисания после операции чем иметь уродующие рубцы которые будут выдавать очередность операции но при этом проблема не будет решена поэтому нас время будет уходить на качественное ушивание после операционной раны